Вы сейчас находитесь в Вашингтоне и буквально мы услышали о том, что Америка вводит чрезвычайное положение, по крайней мере так это переводится на русский emergency state, и вводит санкции против России. Что это за санкции очень быстро, насколько они кусучи, насколько они имеют потенциал повернуть ситуацию на границе России и Украины вспять? Нет, они не имеют никакого потенциала перевернуть, они рутинные такие санкции, которые с 2014 года, в долгосрочном плане они все скажутся, но это не те санкции, которые изменят сегодня курс российской власти. Гораздо серьезнее те санкции и меры, которые американцы не скрывали, Джек Селиван говорил об этом подробно Патрушу, которые они ведут в случае российской агрессии против Украины планировать. Это будет отключение от СВИФТа, нефтяное эмбарго и ареста русского триллиона. Вот эти санкции должны потрясти и российскую экономику, и российскую политику. А сегодняшние санкции, они интересны и значимы только тем, что вчера Москва выдвинула ультиматум Соединенным Штатам. Если вы, не дай бог, введете санкции, которые вы обещали ввести 15 апреля, то никогда ваш Байден не увидит нашего замечательного Путина. Честь встретиться с Путиным на саммите еще нужно Байдену заслужить. В ответ на этот темат, американцы их ввели, тем не менее. Это, конечно, была страшная угроза, в кавычках, Андрей Андреевич. Тем не менее, главная интрига сегодня, какую помощь администрация Джо Байдена будет готова, если она вообще готова, оказать Украине в случае, предположим, полномасштабного или локального вторжения вооруженных сил Российской Федерации. В чем эта помощь может, в принципе, заключаться? Да, есть очень четкие заявления министра обороны Остина в беседе с Тараном 1 апреля и Байдена с Зеленским. Я цитирую, «Украина не останется одна, мы не позволим безнаказанной российской агрессии». Значит, дело в том, почему я доверяю этим словам, потому что дело не только в симпатиях Америки к Украине, сражающиеся за свой университет, дело, проблема национальной безопасности Соединенных Штатов. Представьте себе, что путинская агрессия после 67 лет уговоров, переговоров, форматов, форумов, снова Путину удается захватить какой-то значительный кусок украинской территории. Это будет означать, во-первых, слом всей европейской системы безопасности, ее просто не будет больше существовать. Ну и кроме того, очень важные последствия для Соединенных Штатов в Индотехиканском регионе, где они считают своим основным соперником на ближайшие десятилетия Китай, и сейчас очень энергично формируют такой оборонительный союз «Quiet Alliance», включая такие державы, как Индия, Япония, Австралия, Южная Корея. Так вот, в случае успеха Путина здесь, ни одному слову американцев никто будет не доверять на Востоке, и там образуется стратегический вакуум, в который линится Китай. То есть Америка будет сражаться рядом с Украиной. Как сражаться, это другой разговор, сейчас обсудим. Но на кону для нее не просто судьба союзника и демократического государства, на кону вообще вся мировая система безопасности, в которой Америка играет ведущую роль. Поэтому я думаю, что свои обещания они выполнят. Что конкретно обещано Украине? Это вот те самые адские санкции, которые я уже заранее перечислил. И я бы сформулировал так. Любая военная помощь, кроме непосредственной отправки американских дивизий на Восточный или Южный фронт Украины, это любые поставки военного снаряжения современного. И тут, между прочим, появился еще один союзник, член НАТО, кроме Соединенных Штатов, это Турция. Конечно, не Германия и не Франция. Турция уже, да, и эти поставки уже идут. Советники, инструкторы, что еще? А там дальше по обстановке. Вот сейчас обсуждается вопрос между военными ведомствами Украины и Соединенных Штатов о современных средствах ПВО, включая систему Patriot. Вот такая ситуация на сегодняшний день, а дальше она будет уже развиваться оперативно в среде с дальнейшими шагами конкретными путями. Ну, Андрей Андреевич, не знаю, завидовав ли вашему оптимизму или это пессимизм, то ваша вот уверенность, что все-таки Америка будет, должна чуть ли не воевать на стороне Украины. Вот как воевать, это уже отдельный вопрос. Будем сейчас в студии это продолжать обсуждать с нашим сегодняшним гостем. Спасибо вам за то, что смогли к нам сегодня включиться, Андрей Андреевич.